МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север. Ольга Русл, здравствуйте. Ответить за убийство сына прокуратурой Ненецкого округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нельмин-Носа. Пустите погреться. В Ненецком округе участились случаи сбора несовершеннолетних в подъездах и магазинах. Куда обращаться, если подростки портят имущество и ведут себя по-хамски? Кукольных дел мастерицев на Ринмаре открылась выставка Нины Макаровой. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Житель Нельмин-Носа предстанет перед судом за убийство сына. Прокуратурой Ненецкого округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 Уголовного кодекса России «Убийство». Органам предварительного следствия установлено, что в вечернее время 21 ноября 2020 года обвиняемый, находясь в одной из квартир жилого дома в поселке Нельмин-Нос, в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта с сыном выстрелы ему в спину из ружья. В результате полученного огнестрельного ранения молодой человек 1994 года рождения скончался на месте происшествия. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело направлено в Нельмин-Марский городской суд для рассмотрения по существу. При этом срок содержания обвиняемого под стражей продлен судом по ходатайству прокурора. Шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией было зарегистрировано в Ненецком округе за прошедшие сутки. Это жители Нельмара, поселка Искатели из села Тельвиска. Такие данные на утро 20 января приводит региональное управление Роспотребнадзора. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 44 пациента. Из них в стационаре получают лечение 10 человек. Амбулаторно лечится 34 человека. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 856 случаев COVID-19. Напомню, до 31 января 2021 года в Ненецком округе продлен режим повышенной готовности. На этот период действуют запрет на проведение массовых мероприятий, масочный режим, режим двухнедельной самоизоляции по приезду из других регионов. Кроме того, до 25 января в регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Исключение возможно в том числе для работников сверхздравоохранения и образования. До 28 февраля рекомендательная норма для работодателей о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% от списочного состава своих работников. Дополнительную информацию о режиме повышенной готовности, лекарственном обеспечении и многом другом можно получить на региональной горячей линии по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно на портале госуслуг. Медработники, которые в праздничные дни боролись с коронавирусом, получат повышенные выплаты в срок. Такое заявление сделал губернатор Ненецкого округа. Социальные выплаты в двойном размере за работу в новогодние праздники в период до 10 января включительно должны получить все сотрудники, которые оказывали или обеспечивали оказание медицинской помощи больным коронавирусом. Речь идет не только о перечисленных медицинских учреждениях, но об авиаотряде и бюро судебно-медицинской экспертизы. Добавлю, в регионе сформирован и передан в медицинские учреждения специальный реестр, в который должны внести список сотрудников, работавших в праздничные дни. Отделение фонда социального страхования по Ненецкому округу получило реестры от Центра гигиены и эпидемиологии, Центральной районной поликлиники Заполярного района и Ненецкой окружной больницы. Пока в столице Заполярья стоят минусовые температуры, подростки собираются в подъездах жилых домов. Впрочем, зачастую не только за тем, чтобы согреться. В большинстве случаев маленькие дебоширы могут распивать алкогольные напитки, курить и портить общедомовое имущество. Как найти управу на несовершеннолетних, об этом расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Александра еще два года назад приобрела квартиру в новостройке. И поначалу все было хорошо. Чистый подъезд, спокойные соседи. Однако летом прошлого года подъезд облюбовали подростки. Подростки собираются практически каждый день. Приходят с огромными колонками, устраивают просто какие-то бешеные рейвы. Обращаясь в полицию, когда они приезжают, детей как будто и не было, их ветром сдувает. Со слов девушки, проникают подростки в подъезд беспрепятственно. Домофон не работает. Обращались в управляющую компанию с просьбой, чтобы нам домофон на дверь поставили. Но в этого никакого толку нет, потому что домофон не магнитится, дверь все равно открывается без проблем. Мы уже не знаем, что с этим делать и куда обращаться. Компании несовершеннолетних, что говорится, тусуются и в магазинах. К примеру, в одном из крупных торговых центров окружной столицы толпы детей собираются регулярно. Владельцы площадей не раз вызывали сотрудников полиции. Бывали случаи, когда подростки портили имущество, выбивали двери туалета, курили прямо в здании. И это далеко не весь список правонарушений. В последнее время мы заметили скопление подростков в торговом центре во второй половине дня после школы и до закрытия торгового центра. Но они очень вызывающе ведут, громко разговаривают, нецензурно выражаются, балуются с кнопкой пожарной сигнализации. Хотелось бы обратиться к общественности, к родителям, к учителям, к членам молодежной палаты с просьбой организовать подростков и направить их энергию в положительное русло. Учетом подобных случаев должны заниматься в полиции. Как пояснили в ведомстве, сотрудники дежурной части ежемесячно проводят анализ поступивших сообщений, составляют список подъездов и мест скоплений несовершеннолетних. Далее на маршрутах патрулирования эти места проверяются. Исходя из нашего опыта, конечно, желательно, чтобы жилец вышел, посмотрел, кто там находится у них в подъезде. Обязательно включил телефон для видеорегистрации этих лиц. Потом в последующем сотрудникам полиции это очень поможет установить личности данных подростков и привлечь их к ответственности. На сегодняшний день на учете в полиции состоит 92 подростка. 26 из них были замечены за употреблением алкогольных напитков. С малолетними правонарушителями проводится ежедневная профилактическая работа. Подросткам дают шанс исправиться. В случае, если несовершеннолетний в течение полугода не совершал повторные правонарушения, его снимают с учета. Однако есть и постоянные подконтрольные. Есть такие подростки, да, которые состоят у нас на учете в течение двух-трех лет, потому что они неоднократно совершают или же административные правонарушения, или общественно опасные деяния. К этим подросткам мы пытаемся применить другую меру, меру помещения в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей до одного месяца. Ну а если подросток не встает на путь исправления, то у нас может быть применена к ним мера о помещении специального учреждения закрытого типа, учебно-воспитательное. Что касается сбора несовершеннолетних в подъездах и других общественных местах. Учитывая тот факт, что мы живем на севере, и дети могут просто зайти погреться, не мешая другим гражданам и не нарушая общественный порядок, в таком случае они не приступают к черту закона. Однако, если во время таких посиделок подростки распивают спиртные напитки, курят или портят имущество, их могут привлечь к административной ответственности. В то же время следует иметь в виду, что если подростки, например, курят или распивают алкоголь, или выражаются нецензурно в адрес жильцов, либо их оскорбляют и унижают, дерутся, портят или уничтожают чужое имущество и так далее, то в этом случае к ним будут применяться меры в соответствии с административным и уголовным законами. По словам педагога-психолога Дарьи Рудневой, подростки собираются в группы и хотят заниматься какой-то общей деятельностью. И это естественный процесс социализации. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев эти сборы проходят за распитием алкогольных напитков. Имея опыт работы с подростками, я могу сказать лишь то, что им просто скучно. То есть, есть же разные сообщества подростков. Не все ведь так делают, правда? Значит, от чего-то зависит. И какая-то группа подростков может собираться, чтобы поиграть в футбол, заняться каким-либо спортом, если у них есть такая возможность. Опять же, у кого нет такой возможности, и кто не знает о том, как по-другому проводить свой досуг, делают это вот таким вот способом, чтобы почувствовать себя взрослыми. Или беря пример со взрослых, с тех, кто проводит свой досуг именно так. В этом случае уместна фраза. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Психологи говорят, чтобы избежать подобных ситуаций, в первую очередь, внимание на своих детей должны обратить собственные родители. Зачастую то, что вытворяют несовершеннолетние, приемлемо в семье. Наталья Доркина, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал Север. На лечение Марии Неверовой удалось собрать половину нужной суммы 2 миллиона рублей. Напомню, в начале января наша землячка впала в кому после неудачного приземления при прыжке с парашютом. Девушка по-прежнему находится в отделении реанимации Черкесской больницы. Состояние тяжелое, но есть небольшая стабильная положительная динамика. В сознание она пока не приходит, но появились реакции на свет и голос. Об этом нашему телеканалу сообщил брат девушки. Добрая улыбка, светящиеся от счастья глаза и парашют на плече. На этой фотографии Мария Неверова. Девушка профессионально занималась скайдайвингом. Так называют парашютный спорт. На счету Марии более 111 прыжков. 3 января приземление закончилось неудачно. На кадрах видно, как при заходе на посадку Мария сваливается на землю с большой высоты, около 30 метров. Все произошло на аэродроме в Кисловодске во время сборов по пилотированию. Травмы достаточно тяжелые она получила при приземлении. Повреждено у нее достаточно много частей и органов тела. То есть переломы лицевых костей, переломы рёбер, множественные переломы таза, переломы обеих ног, закрытый перелом правой ноги, открытый перелом левой ноги, перелом шейки бедра. Это вот только по костям. У нее множественные очаги контузионные головного мозга. То есть это тоже небольшие повреждения, которые сейчас как раз не дают выйти ей из-за тяжелого такого состояния. Она находится в коме первой степени. Сейчас Мария находится в больнице Черкеска в тяжелом состоянии. Для дальнейшего лечения девушку необходимо транспортировать в Москву для размещения в специализированной клинике. На оплату самолёта и последующего лечения необходимо более 4 миллионов рублей. К сбору подключились и жители Нарьинмара, чтобы помочь своей землячке. Про Машу могу сказать, что она человек, который сам себя сделал. И в школе она хорошо училась, и была, заводила. И в институте. А училась она в Патрисалу, Мумба. После окончания университета она осталась в Москве, работала в компании. Вышла замуж. У неё растёт сынок. 11 лет мальчику. И Маша лет 8 назад увлеклась парашютным спортом. Ездила по всей стране, ездила за границу, совершали они прыжки. У неё всё получалось. Она любила очень парашютный спорт. И увлекалась альпинизмом. В марте прошлого года она покорила Лебрюс. Да, была на восточной и западной вершинах. Были планы обширные и большие. И вот совсем на днях пришла ужасная вещь о том, что Маша совершала прыжок и разбилась. Мы, конечно, очень за неё переживаем. И хотим, чтобы Маша вышла из комы. И желаем ей скорейшего выздоровления. Класс был очень дружный. Все объединились, все переживают, помогают кто чем может. Но, безусловно, средств не хватает. Надо участие большего жителей региона. И я бы хотела попросить, кто чем может. Помогите, пожалуйста, Маше. Перевести любую сумму можно на карты родителей Марии. Татьяна Куценко и Анатолия Неверова. Почти каждые школьные годы сталкивался с трудностями в усвоении огромного количества дат, событий и имён на уроках истории. Согласно с этим и Мария Баширова, руководитель регионального отделения движения «Волонтёры Победы», которая решила создать проект для школьников по изучению истории с помощью интерактивных методов. Подробнее расскажет Екатерина Дементьева. Одиннадцатиклассница Юлия Зорина не понаслышке знает о том, что в игровой форме знания усваиваются лучше. Девушка не раз участвовала в исторических квестах на Ринмаре, поэтому может оценить эту форму мероприятия с разных сторон. Интерактивная форма направлена не на конкретное заучивание и такое углубленное изучение, а на повторение и выявление каких-то интересных моментов. То есть это небольшой объём информации, преподнесённой в интересной, в подвижной форме. То есть ребёнок не сидит за партой, а выполняет какие-то задания, тем не менее учится, получает необходимые знания. Идея проекта появилась у Марии Башировой давно. Вспоминая свой школьный опыт и организуя городские квесты, будучи сотрудником молодёжного центра, она поняла, что интерактивные формы дают хороший результат в изучении истории. В наше время в школе, когда мы учились, уроки истории были хоть и интересные, но иногда хотелось больше какого-то, как сейчас говорят, движа, поиграть там во что-то, в квесты, не знаю, в какие-то интеллектуальные игры, викторины и так далее. У нас было этого не так много. Но если в столице Заполярье такие мероприятия проводятся не первый год, то в отдалённых населённых пунктах региона для этого не всегда хватает опыта. Упор в этом проекте сделан на две вещи. Это на интерактивные формы, активные формы обучения и на муниципальное образование. Потому что если, опять же, городским школьникам как-то легче во всём этом участвовать, ну, доступнее, то у сёл не всегда есть возможность выезжать на какие-то такие мероприятия, участвовать в таких квестах и так далее. Поэтому упор в проекте был сделан на муниципальное образование. Реализация проекта даст возможность провести обучение для активистов из муниципалитетов и в дальнейшем разрабатывать мероприятия и на местную тематику. Проект «Интерактивная история» вошёл в топ-100 лучших по всей стране. Следующий этап пройдёт весной в Екатеринбурге в очной форме. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Добрые, задумчивые, влюблённые, мир кукол, мастерицы из села Оксина Нины Макаровой не оставят равнодушным. В Центре декоративно-прикладного творчества этнокультурного центра открылась персональная выставка нашей землячки. Она стала первой в этом году. Мы поздравляем вас с открытием замечательной выставки. Участники проекта «Доброклоуны» одними из первых поздравили Нину Макарову с открытием персональной выставки. Игровых кукол для организации мастерица создала вместе со своей подругой Татьяной Хатанзейской. Однажды Нина Фёдоровна мне написала. «Евгения, вот у нас есть какие куклы». Я говорю, ой, здорово, как здорово. Вот Мария Искусница, вот эта в синеньком платьице, она втыкала нитку в иголку, такой был клип маленький. Вот. И я говорю, господи, какая она смешная. Они там за кадром тоже смеются. Она охает, не может вставить нитку в иголку. Господи, как весело. И потом мне Нина Фёдоровна написала. А мы этих кукол по секрету сделали для вас. Организация «Доброклоуны» в Нинницком округе занимается тем, что скрашивает досуг ребят, находящихся на лечении в больнице, проживающих в доме ребёнка и центре социального обслуживания. Самое приятное, что куклы не сидят вот так вот на моей полке, да, а что они работают. Это, конечно, приятнее. На выставке представлено 38 кукол. Каждая из них обладает своим характером. У каждой своя история, свой мир. Выполнены куклы из самозатвердевающего пластика на проволочном каркасе. Сколько всего в коллекции кукол мастерица точно не знает, потому что её работы расходятся по друзьям, изготавливаются на заказ. Но каждая из них уникальна со своим лицом в оригинальном костюме. Случайно где-то увидишь очень интересное лицо. Так как я занимаюсь лепкой, я обращаю внимание на лица. Всегда я могу, даже если человек не знакомый, я могу смотреть так. Ага, вот тут глаза интересные, тут ещё что-то интересное. Да, могу вдохновиться. Увлечение началось с коллекционирования кукол в национальных костюмах. Но в какой-то момент Нина Макарова поняла, что может сделать сама лучше. Когда мне пришла идея о создании авторской куклы, я стала шерстить интернет, изучать всякие техники. Пробовала разные техники. Остановилась вот пока на этой технике. Но сейчас, конечно, осваиваю ещё другую технику. Любимых кукол в коллекции Нины Фёдоровны нет. Есть те, за которые ей не стыдно. Мастерицу не раз признавали лучшей на региональных конкурсах. Среди таких кукол почтальон победы. Нина Макарова изобразила свою бабушку. И вот весть о победе, конечно, первые принесли почтальоны. Они тогда, она и её напарница, они пошли в деревню Ангик за почтой, которая пришла из города и которую нужно было доставить не пенос. Они шли пешком. Окунуться в кукольный мир Нины Макаровой можно по адресу город Нарьинмар, улица Тыковылки, дом 2А. Выставка будет работать до 17 февраля. Есть куклы народные, традиционные куклы. Которые отображают местность, в которой жила хозяйка этой куклы. Отображают костюм, который носили женщины того места, в котором была сделана кукла. А есть куклы интерьерные. Вот такую куклу, авторские куклы, вот такую куклу сегодня представляет наша хозяйка нашей сегодняшней выставки. Посетить выставку можно индивидуально или группой с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Для коллективного экскурсионного посещения нужна предварительная заявка. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды на телеканале «Север». 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 «Север».